Беглые российские звезды типа Пугачевой, Галкина, Макаревича, кто там еще? Они в панике, потому что в Госдуму поступило обращение о том, чтобы запретить им въезд в Россию. С подробностями Жан Содель. Здравствуйте. Иностранным агентам могут запретить въезд в Россию. Об этом написал руководитель фонда по борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он же с письмом обратился в Государственную Думу. Сообщается, что граждане России, которые живут за рубежом, продолжают критиковать российскую власть, представляют угрозу внутренней безопасности России. Именно поэтому и предлагается запретить их въезд в Россию. Я действительно полностью поддерживаю. Опять-таки, на мой взгляд, нужно запретить и продавать им недвижимость. Но затем выводить эти деньги за бугору. Сами посудите, против России масса санкций, отменены свифт-переводы. Нельзя никуда ничего перевезти. Они там сидят, дистанционно что-то продают, жируют и продолжают поливать Россию, на чем свет стоит. Дала страна им и деньги, и популярность. Они неблагодарны, это ненормально. Виталий Бородин, на мой взгляд, выдвигает очень грамотную инициативу. Но, к сожалению, не все доходят до конца. Иногда бывают у провала. В частности, с Аней Лорак. Если помните, она в самом начале не поддержала линию России. Она вообще сама вроде как из Украины родом. Куёк у него фамилия. Когда поняла, что в Украине ее не ждут, а Россия не падет, решила переобуться. И тут же села в жюри шоу «Ты супер» на НТВ. Виталий Бородин запустил проверку. Проверка эта состоялась. Оказалось, что к Лорак претензий нет. Вот потом по телевизору я видел, как Виталий Бородин оправдывался. Мол, говорит, что претензий мы уже не имеем, к Аней Лорак. Вот так вот. Переметнулось. Вроде как стиральную машину купил или что. Вину сгладило. И все нормально. Съели. Так и в этом случае, друзья, действительно, и Пугачева, и Макаревич, все вот эти вот беглые, они представляют угрозу внутренней безопасности, на мой взгляд, и внешней. Потому, что Макаревич радовался, что лекарства не поступают в Россию. Быть может, они как-то помогают вводить очередные санкции, уходят в магазины сложности у простых людей в России. Сильно переводы. Когда уже заработает СВИТ? А черт его знает. А они там сидят и никаких проблем. Поэтому, однозначно, на мой взгляд, нужно перекрыть кислород, запретить въезд в Россию. И, повторюсь, отобрать вообще недвижимость. О какой продаже замка может идти речь? Постоянно обсуждают. Продала Пугачева, не продала. Да, ну это же государственно. Если она против государства, против власти, замок не ее. Короче, будем ждать ответ от Государственной Думы. Но, знаете, у меня такие мысли двояки. Мне почему-то думается, что могут и не запретить. Но если запретят, всеми руками я только за. Напишите ваши мысли по этому поводу. Вообще поддерживаете инициативу Виталия Бородина, либо же нет? И как считаете, реально ли она? Обязательно оцените видео, чтобы вы увидели и другие. Можете подписаться. Каждый день обсуждаем самые важные новости. Вместе есть вариант поддержки. Канал, номер карты и ссылка на донат в описании под этим видео. Спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня. Продолжение следует...